Четвертый день выставки Prodexpo 2022. Знакомим вас с интересными людьми, интересными компаниями и интересными продуктами. Давайте знакомиться. Андрей, город Сочи. Максим, та же фирма, но только город Москва. Давайте расскажем, что за фирма. Холдинг – это компания Alcoprofi, она многопрофильная. Здесь мы представляем одно из направлений – это догамыйская крафтовая пивоварня. Мы варим пиво. Замечательно. Во-первых, от меня сразу за стиль. 35 плюсов сразу просто ставлю от себя. Наши зрители тоже это наверняка отметили. Давайте немножко расскажем. Почему, зачем, для чего? Ну, это классика. Костюм «Тройка» продается в любом магазине. Он доступный и классика, наверное, все-таки никогда не выйдет из моды. Просто мы привыкли, что продукт говорит сам за себя, при этом человек, который представляет продукт, может прийти в чем угодно, уверенный в том, что, в принципе, продукт будет говорить за него. Но я вижу вас и понимаю, что ценность этого продукта для меня и для съемочной группы уже, в принципе, повысилась в три раза. Теперь вам надо попробовать, чтобы повысить еще в три раза. Тогда все станет на свои места. Давайте немножко поговорим о заводе. Где это делается? Из чего это делается? Находимся мы в городе Сочи, поселок Дагомыс. Проводим экскурсии для любознательных. Мы ничего не скрываем. Мы говорим, приезжайте, мы вам покажем свою кухню. Где мы это делаем? Как? Из чего? Пиво, хлеб, солод, вода, дрожжи. Все. Больше ничего не добавляется. Так, как оно должно быть. И вот эту идею мы, в принципе, реализуем сейчас не только в городе Сочи, но и есть еще часть партнеров в других регионах. Натуральный продукт, непастеризованный, живой. То, как пили его наши отцы 20-30 лет назад и вспоминают сейчас такой эйфорией. Ну, примерно вот так. Половина каждой бутылки – это любовь пивовара. Бутылка, любовь пивовара, я бы сказал. Даже каждый танк. В общем, это такой особый контроль качества, когда танк вызревает, его на разных этапах пивовар пробует. Ну, для того, чтобы там соблюсти некоторые нюансы определенные. Бывали случаи, когда у нас портился танк, мы просто его сливали. Ну, потому что один раз, как говорится, обделаешься, потом всю жизнь будешь отмываться от этого. Мы этого очень не хотим. Сделаешь один раз плохо, да, и, в принципе, потерян уже эта связь и магия с клиентом. Расскажите, пожалуйста, о сбыте, о местах, о географии. География уже достаточно обширная. Городом Сочи занимаемся мы сами. И есть у нас официальное представительство – это в городе Москве. Максим занимается у нас московским филиалом. Ну, а также у нас это Воронеж, Ижевск, Самара, Краснодар, Ростов, Санкт-Петербург, Калининград. Тюмень, Дальний Восток. Поэтому такая обширная биография. И мы стараемся действительно по стране разместить в ключевых точках именно хороший, натуральный, настоящий продукт, чтобы человек приходил и получал то, зачем он пришел. А не тот вот, как мы называем такое умное слово, нерогеноцид чуть-чуть. Сейчас понизилась культура питья, и люди, ну, понятно, что хотят за меньшие деньги получить большее качество. Ну, не может такого быть. Поэтому они пьют то, что могут купить. А мы хотим дать именно настоящую тему, хорошее умное производство и хорошие настоящие продукты. Чудес не бывает, да. Мы понимаем, что хороший продукт должен стоить денег. Давайте расскажем про линейку, сколько вкусов уже сейчас и сколько, может быть, готовится к выходу. На данный момент мы производим 14 сортов. Из них в бутылку попадает 10, и 4 вида есть только в разглевном варианте. Мы занимаемся фасовкой, это именно бутылка, никакого пластика и жесть в банку мы тоже не используем. А розлив реализуется только в стальных кегах. Не хотим мы связываться с пластиком. Как минимум, это неэстетично. Как кушать из однородной посуды, а не из тарелочки хорошей. Неэстетично слышать это слово от вас, особенно приятно, потому что я понимаю, что за эстетику мы здесь абсолютно горой. Давайте скажем о том, что, во-первых, ваше пиво можно на нашей выставке попробовать. Это обвалит сервер YouTube, мне кажется, сейчас напрочь. Но давайте скажем, где вас искать. Центральный павильон, СС-50, всех приглашаем. Мы ничего не скрываем, придите, просто попробуйте, завяжите глаза, мы вам нальем, попробуйте и скажите свою обратную связь. Вот это самая классная дегустация, когда ты не знаешь, что пробуешь. Без предвзятых каких-то моментов. Глядя на вас, я понимаю, что люди будут пробовать закрытыми глазами. Где-то там стилет, какой-то небольшой пистолетик, потому что стиль обязывает. Ну, в следующий раз мы попытаемся удивить, скажем так. Мы не хотим никого чем-то принуждать, чем-то заставлять, поэтому человек должен всегда сделать свой выбор. И мы видим по четвертому дню выставки, что люди делают свой выбор, и четвертый день подряд они приходят именно к нам. И мы видим уже эту обратную связь, они говорят, да, мы прошли здесь все почти, и мы приходим к вам именно за правильным, настоящим продуктом. Лучше не скажешь, пожелаю вам удачи на выставке, и надеюсь, она вам подарит еще больше интересных бизнес-контактов. Спасибо. Хотел бы добавить один такой момент, как вообще это получилось. Я говорил, что культура питья, и Максим сказал, что на очень низком уровне в нашей стране это пиво и портвейн. И, к сожалению, так происходит, что люди, которые любят пиво, они просто идут за рубеж. В Чехию, в Бельгию, в Германию попить пиво. Так вот, мы взяли и привезли его сюда. Такое пиво. Мы производим его в городе Сочи, но это именно тот продукт, за которым люди... Люди едут туда. Вот посыл именно вот этот. Мы хотим качественно и доступно дать этот классный напиток. Я его сам люблю. Спасибо, большой удачи. Спасибо вам. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok